Встреча с Школой правового воспитания 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 Но хочу сказать пару слов об этих людях. Это без преувеличения. Когда говорят дети наше будущее, я не соглашусь с этим. Я считаю, что дети это настоящее. И вы, как говорится, историю можно не только читать, историю можно и писать. Это те люди, та будущая элита не только республики, но и страны, которая будет, пишет и будет писать историю. И я уверен, что эти ребята, и парни, и девушки, каждый из них своеобразен. Каждый из них имеет свои особенности, свой стиль, свои взгляды, свое мировоззрение. Но это те люди, которыми я вам сейчас хочу сказать то, чего я вам не говорил на этих встречах. Я хочу вам выразить, сказать огромное спасибо, ребята. Вам и передайте, пожалуйста, вашим родителям за то, что вы такие благодаря Всевышнему и вашим родителям. И никогда не сдавайтесь. И я не хочу долго говорить, я хочу с удовольствием передать слово нашему Хадину Султановичу. Я просто хочу сказать вам, что в этой жизни вы, наверное, уже имеете свое видение, свои мечты, свои цели. Желаю вам быть великими людьми, каждый в своей сфере. Вы можете стать, как я и говорил тогда, кто-то будет архитектором, кто-то будет инженером, кто-то будет программистом, кто-то будет юристом, кто-то экономистом. Но ваше основное это то, что вы должны быть настоящими людьми, порядочными, честными, ответственными. И всегда будут вас окружать достойные люди. Пусть у вас будут самые достойные друзья, самые лучшие верные друзья. И пусть у вас будут по жизни достойные соперники, достойные конкуренты, которые вас будут уважать и с вами будут считаться. Успехов вам, ребята. А я с удовольствием передоставляю слово дальше передаю Хадину Султановичу. Давайте немного формат поменяем. В конце, если получится, я вам покажу слайды. Мы два раза в год выезжаем в горы. У нас это называется мозговой штурм, встреча без галстуков. Иногда кто пьет официальное употребление спиртных напитков в пограниченных дозах. И какие-то фотографии при Эльбрусе. Я покажу, как ребята снимали здесь, мои коллеги по работе. У нас где-то полсотни человек. Ну, примерно столько, сколько вы сидите. Вы им сегодня устроили шикарный праздник. На три часа мне нужно было полсотни посадочных мест. Коллективу я сказал, отдыхайте, солнечная погода. В конце дня можете не вернуться. Вы себе не представляете, какой визг здесь стоял. Некоторые уехали там пить кофе. Некоторые побежали там покупать елку на новогодние праздники. Так что вам это зачтется. Вас будут любить. Приходите еще там. Перед следующим Новым годом они вас будут ждать. А так бы, если бы я сказал, 17 часов разбор полетов, чтобы все были на борту. Вы представляете, как бы они на вас смотрели. Ну, вот давайте вопросы. Вы какие-то вопросы, что-то ожидали, вот идя сюда. Я набросаю, а потом это вот как-то сгруппируем. Я попробую ответить на эти вопросы. Иначе, вот как тебя зовут? Вот у Астемера вдруг вопрос там, да? Он что-то хочет задать. И до конца нашей встречи он будет сидеть. Черт возьми, а когда мне дадут слово? Я хотел бы задать вопрос. И ничего не будет слушать. А так, если он сразу задаст свой вопрос, по крайней мере будет ожидать, что у него дадут ответ. И он будет знать там, зачем пришел. И вдруг получит ответ на свой вопрос. Есть, Астемер, вопрос? Да. Давай. Давай. Угу. Сколько тебе лет? Семнадцать. Угу. Астемер. Я отвечу. Ну, мы по-взрослому можем разговаривать? Нет. Жесткий ответ вас будет устраивать? Да. Не мягкий, не детский сад. Мы же взрослые люди. У кого паспорт? Гражданина Российской Федерации. Ну, все, мы по-взрослому можем разговаривать. Очень по-взрослому поговорим. Так, еще вопросы? Так, у меня встречный вопрос. Когда ты узнал, что идешь сюда? Вчера. Вчера. Вчера во сколько? Что? Двенадцать. Двенадцать чего? Двенадцать дня. Хорошо? Так. Мне бы хотелось узнать, откуда и за что у вас столько грамот? Ты там еще золота не видел. Каждое из этих деревяшек, кроме того, что Аслан дал сегодня, подкреплено золотом или серебром. Там есть даже некоторые 17 грамм там, да, 750-й пробы золота. Ну, вот, я уже дедушка, у меня есть внуки, внучки, они играют этими железяками. Тоже расскажу. Так, дальше. Все вопросы? Вроде я две, три, четыре руки видел. Вот, тебя как зовут? Аида. Аида? Да. Я видел тебя, Аида, на своих лекциях в Северокавказской академии. Будешь еще приходить туда? Нет. Вот, сагитируй всех, пусть один раз придут. Ну, тебе там было интересно на моей лекции? Ну, вот, уговори всех, там, убеди, сагитируй, там, я не знаю. А вощити, пригласи. Давай, Аида, вопрос. Вы обещали показать позу хозяина. А когда я обещал? Да, обещал. Поза хозяина. Да. Своя судьба. Вот, хозяин своей судьбы. Да. Обещание надо выполнять. Хорошо. Еще? Вас как зовут? Альбина. Альбина, давайте вопрос. Принудительно. Хотелось бы честно просто услышать вас сегодня. Я не имею пока вопросов. Угу, хорошо. Так, у вас... Меня? Да. Вы знаете, не кого вы похожи? Честно, мэр города Риги, ну, вылите, только моложе. В интернет зайди, посмотри. Может, это не умеет. Вполне возможно, что станете выше. На самом деле есть вопросы, но как бы пока вы на первый вопрос сам не ответили, мне как бы трудно это задавать. Я просто хочу сказать, спектр вашей деятельности, да, и потом уже как бы выбирать за поручь. Хорошо. Начнем очень тяжелую артиллерию. Из всех видов оружия. Морально-эмоционально-эмоционального. Первое. Вот Астимыр, держись за поручни. Это вот почти как на Феррари. Можешь облокотиться, здесь есть такая штучка внизу, а мягкую музыку включат. Можешь смотреть на эти рыбок там, скажем, да. Это называется релаксация. Первое, ребята, я очень сожалею, очень сожалею, но мы же договорились, по-взрослому разговариваем. Вот смотрите, голая арифметика 12 часов 26-го, 12-го, 17-го. Сейчас 15 часов 20 минут. 27-го, 12-го, 17-го. Астимыр, у вас в том числе и... Вас как зовут? Алим. Железобетонно остановленное саморазвитие. Если есть возможность, запишите. Это очень опасно для вашей жизни. У вас остановленное саморазвитие. Если есть возможность, запишите. Остановленное саморазвитие. Как это вычисляется? Напрочь отсутствует любопытство. Любопытство. Вы же в 21-м веке, черт возьми. 20... Сколько часов прошло? Грубо говоря, 27 часов 20 минут. Вам, вот остимырчик дорогой, тебе не хватило конкретно, да? Просто нажать кнопки и посмотреть, чем же мы занимаемся. Если в 21-м веке, да, вот, вы закончите вуз, неважно, кем бы вы были, вас даже на порог не пустят. Не то, что анкету посмотреть. Если такими темпами двигаться, 27 часов 20 минут, недостаточно выяснить, чем мы занимаемся. Любопытство на нуле. Или я не прав? Что надо сделать теперь? Черт с ним, с этим Мухаддином Нагоевым и с его компанией. Черт с ним. Я в общем говорю, если вы не будете иметь эту черту характера, этот навык, эту привычку, это должно быть вашей сутью. Быть любопытным мы. Поднимите, пожалуйста, кто знает один язык. Ну, один, любой. А два языка? А три? А четыре? Что руки? Опускаются все больше. А пять языков здесь сидит? Я не знаю, например, пять языков. Вот смотрите. Манипуляры. Кто знает, что означает манипуляция? Все знают, да. Но манипуляры, первооснова, означает управление. А мы думаем, манипуляция это плохо. Понимаете? Управление разве плохо? Вот, если вы не научитесь управлять собственной судьбой, вашей судьбой будут управлять другие. Как это сделать? Единственный выход вернуться к своим трем годам. Кто помнит свои три года? Я, например, не помню. И что ты помнишь в три года? Как писал? Прогулки по парку. Прогулки по парку. Еще что помнишь? Я, например, не помню. Ну, хоть семь лет свои кто помнит? У вас были вопросы? В семь лет, да? Вот вчера бы вы спросили, Астимир, если бы тебе было семь лет, ты бы спросил, а чем эти занимаются, куда мы завтра пойдем? А так, мы уже взрослые люди, мы куда-то пойдем, нам все скажут. Понимаете? Любопытство исчезло. Если вы свою судьбу не вернете, любопытство, ваше остановленное саморазвитие с 14 лет уже все. Мы довольные как слоны, да? А представьте себе в 25 лет какое у них остановленное саморазвитие. В 60 лет какое остановленное саморазвитие. В 75 лет какое остановленное саморазвитие. Эти люди уже перестали задавать в жизни вопросы. Суть, понимаете? Пока вы дышите, у вас должно быть любопытство. Пока вы дышите, у вас должно быть любопытство. Иначе вас снесет на окраину жизни. Вы не будете личностями. Вы не будете профессионалами. У вас не будет хобби. Вы станете просто балластом, общей массой. Понятно, да? Очень опасная вещь. Для личной судьбы, для производственной жизни, для хобби, для чего угодно. Мерседес, вспомните, вот мы первые на земле, в воздухе и на воде. Точно так же у вас должно быть круглосуточное любопытство по вопросам личной жизни, по вопросам хобби и по вопросам профессионального поведения. Если это у вас будет, и это надо делать до тех пор, пока вы дышите. Вот мы идем в горы. Мы идем в горы, а где-то полтора десятка человек, проводник говорит, начнется кислородное голодание, запрещено останавливаться. Когда начинается кислородное голодание, мускулы перестают тебя слушать, потому что начинается кислородное голодание. И чтобы была глюкоза там, что-нибудь сладкое проглотить или выпить, человек достает все, роняет, потому что организм его не слушает. И проводник все время, ну, чуть ли не цензурно говорит, не останавливаться, не останавливаться, не останавливаться, не останавливаться. Хоть один миллиметр, хоть ресницами дергать, но не останавливаться. и ты догоняешь, если ты не останавливаешься, ты с ним доходишь до конца, до вершины. Потому что если остановиться, если убрать из своей судьбы, из физического тела, движение, например, да, оно атрофируется из интеллектуального движения, вот это убрать, оно тоже атрофируется за ненужностью, и ты видишь, как других синих цвета морской волны, зеленых берут за ноги, головой вверх и тянут с вершины вниз. Они остановились. Потом внизу откачивают. И огромное счастье, если они еще не замерзли. Это во всем. Теперь вот я вам дам Аида. Как быть хозяином своей судьбы? Вот первое. Какого уровня? Ну, примерно в 3-5 лет, скажем, у вас 100% любопытства. Если этот уровень вы не оставите, вы погибнете. Просто как личность погибнете. У вас и в 14 лет, и в 114 лет вот любопытство должно быть 100%. Это первый постулат. Договорились? И вы будете знать. Асин Кулиев как-то как-то интересную мысль сказал. Астемир, отвечая на твой вопрос, говорю, легкий труд развращает. Если тебе нужно, ты найдешь, чем занимается эта компания. Ну, а вдруг тебе это не нужно, это просто мы ненужной информацией засорим тебе мозги. я не считаю нужным за тебя делать работу. Вопрос же у тебя возник? Ищи ответ. Чем мы занимаемся? Так, второе. Чтобы стать хозяином своей судьбы, обязательно соблюдать еще одно правило. так, наиболее выпукло, как бы вам это преподнести? Вот так я бы сказал. Я верю, я верю, я верю, я верю только Богу, остальные все без исключения должны предоставлять доказательства. никому не верьте, требуйте доказательств. Никогда никому и ничему не верьте, требуйте доказательств. И если вы останетесь один на один с собой, как генерал, у которого единственный солдат, в вашем же лице, себе не верьте, и требуйте доказательства от самого себя, вот тогда вы будете личностью, который является хозяином собственной судьбы. Я здесь не говорю о конфессиях, я говорю, я верю только Богу имеется в виду, не в Бога. Я не конфессиальные вещи имею в виду, понимаете, да, аллегорически имейте в виду. Вот есть такая статистика. Как вам такой процент? Я забыл, как тебя зовут. Алим, вот смотри, Алим. 95% информации. Как тебе? Если это не перепроверять, если это не перепроверять, вы можете себе представить, куда это приведет? И знаете, кто это говорит? Разведчик, разведчики, это их статистика. Когда проверяют информацию, 95% оказывается вот это. А знаете, как снайперы отрабатывают свои навыки? Не слышали? Вот смотрите. во-первых, вот это. Они никому не верят, когда идет фокусировка, а в жизни обязательно должна быть фокусировка, фокус. Это назовем третий постулат, да? Чтобы быть хозяином судьбы, надо сфокусироваться и двигаться. Вот лупу видели, да? Солнечные лучи, они рассеяны. Вы берете лупу, фокусируете солнечные лучи, да? И можно даже устроить небольшой пожарчик на формате А4. Действительно загорится, я экспериментировал в школе. Вы, наверное, тоже экспериментировали, да? Насчет снайпера. Вот смотрите. Здесь у нас все запрещено, все экологичное. Вот наливают полный стакан воды, берут штык-нож и вставят второй стакан и штык-нож сюда, капля сюда, штык-нож сюда, капля сюда. Поэкспериментируйте. Вы такую фокусировку получите. Это может иногда занять часы. И когда после такой тренировки сфокусированный специалист сидит часами, он абсолютно не рассеян, абсолютно сфокусирован, один выстрел, одна цель. Все, тема закрыта. Вот когда вы принимаете решение, демократия возможна. принятие решения подразумевает даже это очень выгодно устроить там, скажем, да, обсуждение вопроса. Но когда решение принято, настолько жестко сфокусировано, да, вот как этот снайпер, часами может не двигаться, раз цель появился, бах, и один выстроил одна цель. Вот с такой фокусировкой, не оглядываясь, принятое решение надо воплощать. Вот тогда вы будете хозяином своей судьбы. Еще один момент про хозяев судьбы. Вообще-то у человечества изначально два направления движения. Вот смотрите, одни идут сюда, другие идут сюда. Это путь подражания, повторения, а это путь созидания, творения. ну если мое операциональное определение делания. Теперь смотрите, чем эти пути отличаются. Вот если так мы сделаем, фрукт смотрите, это фрукт. Кто-то может мои лекции в интернете смотрел, да? те, которые по пути подражания, повторения пошли, они философия кожуры, это называется путь кожуры. А те, которые пошли путем созидания, творения, делания, это философия косточки. Теперь смотрите, если мы возьмем кожуру, да, и закопаем, что произойдет? сгниет, а если косточку посадим, вырастет, суть понятна, да? И не обязательно на своем поколении результаты увидят, они могут вырасти и через поколение, суть понятна, да? Я вам настоятельно рекомендую не идти по пути подражания. Кто идет по пути подражания? Ну везде, где все регламентировано, там изучают правила игры. Если ты изучил правила игры, они нагроможденно искусственные, и в эти искусственные правила игры, если ты вписываешься, ты становишься кожурой, например, выходишь и говоришь, вот я яблоко, я зеленое яблоко, другой выходит и говорит, а я помидор красный, а я персик, а я слива, и вот начинается базар экономический, психологический, разных фруктов, а вот все, что между ними, это балласт. Вот кожура и косточка занимают где-то 2,5% населения человечества. Они вот те, которые по пути творения и по пути подражания, остальные просто балласт основной массы. И когда вам говорят, ну все же такие дам, да? Надо найти в себе мужество идти по этому пути. И каждый раз знать ответ на вопрос зачем? И вы не заблудитесь. Зачем? Зачем, например, я заканчиваю школу? Ввиду того, что она заканчивается? Зачем я собираюсь в такое-то учебное заведение? Это желание мамы, это желание папы, соседа, хабаса, хагулины. А где я? И зачем я это буду делать? Вот еще дам одно операциональное определение. Вот смотрите. Ну чем отличается пример лига от второго дивизиона или дворовой команды? Профессиональностью. А как эта профессиональность достигается? Как тебя зовут? Азамат. Как профессиональность достигается? Дорогами, тяжелыми, тяжелыми. А вот тренировки жесткие, тяжелые. Вот возьмем футбол, например. В Карагаче играет футбол. Два тайма 90 минут. Спартак Натчик играет футбол тоже 90 минут. Манчестер Юнайтед тоже играет 90 минут. В Карагаче сколько времени тренируется? Азамат. Ну ты карагашский класс знаешь, ребят? Я корнями оттуда просто. Ну точно играют не как в Манчестер Юнайтед. Если бы они играли как в Манчестер Юнайтед, там 5 миллиардов фунтов сервингов капитализация, ты бы точно знал Азамат. Но ввиду того, что ты первый раз слышишь, что в Карагаче есть шансы, что играет футбол, явно там разницу в классах дает то, куда они тратят так называемое свое свободное время. Вот вашу разницу в классах вы будете дворовой команде играть. Во втором дивизионе или в пример лиге будет давать то, куда вы тратите свое свободное время. сейчас поэкспериментируем. Важные неважные это мы называем квадранты. Здесь срочные не срочные. Азамат, давай сюда. Тяжелыми тренировками достигнем результата. вот в школах ты в каком классе? Восьмой. Восьмой. Каникулы из какого по какое? С завтрашнего дня начинаются. А до какого числа? До восьмого января или девятого. До восьмого. Ну будем считать, что дней десять есть, да? Да. Свободного времени. Держи. Держи. Важные срочные это горящие вопросы. Проблемы, которые не подлежат отлагательству, скажем, да? Вот пока мы говорим, здесь начинает протекать. Что мы будем делать? Дальше продолжать лекцию. Мы займемся кризисным вопросом, да? Кстати, нас здесь один раз затапливали. Мой вывод? Я застраховал компанию. А это важные срочные. А не важные, но срочные. Ну, не важные. Кто-то подошел и говорит, ха, нахобуханка там, да? Или перед Новым годом что-то. Вот дверь открывает. Это тоже срочные, но не важно. Отогнали, и дверь дергает. Это срочные, но не важные. Суть понял, да? Не срочные, но важные это ты когда-то собираешься создавать свою семью? Это важно, да? Но не срочно. Так же, да? Куда-то поступать собираешься? Но это не срочно. После девятого ты уходишь или одиннадцатого? Вот это я не знаю. Ну, не срочно же, да? Еще подумаешь? Да. Да. Вот это не срочное. Перспектива, она важна, но она не срочно. определиться с ценностями, спланировать, восстановить силы, определиться со своими ценностями. Это все важно, но не срочно. Суть понятна, да? Не срочные и не важные это круглосуточная болтовня WhatsApp, WhatsApp, там, TV, NTV, TNT, там, зависнут в интернете с красными глазами приползти физкабинет. Вот это все неважно, несрочно, понятно, да? Если мы все возьмем с завтрашнего дня до 9 января 100% твоего времени. Да? 100%. Все вместе должно быть 100%. Арифметику понял, да? Попробуй написать в квадрантах процентах. Куда ты что потратишь? Так, это же неважно дело, да? Вот важные и срочные, вот несрочные, но важные, вот неважные и несрочные, вот и несрочные и неважные. Азамат, поехали. Нет, то, что ты просмотришь нас не волнует. Проценты напиши. А, за день или вообще? За все 10 дней. Соотношения я хочу увидеть. Не неважные, но срочные. Ну, это примерно вот важные и срочные. Ты написал неважные, но срочные 75%, да? Это самый вообще просто неважный. Неважных и срочных у меня пока что не намечается. Неважных и срочных нет, да? Да. Ноль, напиши. Проценты. Так, важные и несрочные. У тебя 25% осталось тут. Как раскидаешь? Ну, так, примерно 25%, значит, я напишу вот здесь 20%. Это у меня на подготовку к учебе. Несрочные и важные. Хорошо. 75% я балдею, 20% буду готовиться. шикарно. Хорошо. Неважные и несрочные. У тебя 5% осталось. Полтовня на телефоне, туда-сюда, в WhatsApp. А чем ты страдаешь? Ну, надо навестить родственников. Это неважные и несрочные. Хорошо, 5%. Хорошо, спасибо, присаживайся. Так, вас как зовут? Анжела, вы поняли, да? Да, важные и срочные. Тут съемки идут, про родственников корректнее. Так, давайте ваши проценты. 10%. видимо, у меня есть будет важный и срочный. Может быть, процентов 10. 10%? Да. Так, здесь... Важные и несрочные. Ну, вот здесь соседа цифру, чтобы не перебивать. Важные и несрочные. 10%. Так, важные и срочные за эти 10 дней. Ну, я думаю, что 5% достаточно. Угу. Так, неважные и срочные. Так, неважные и срочные. Сейчас кулачь подстанет. Неважные и срочные. Наверное, 35%. 65%. Несрочные и неважные. Да. Понятно, спасибо. Так, почти Мерриди. Я имя не запомнил. Алим, как вот? Так, мы тебе дадим зеленый. Алим, твоя версия. Ну, как я лично считаю. У меня у нас будет каникул проходить. 50, наверное, где-то здесь. Тушите пожар. Да. Все, набежал много тела. Где-то вот так. Мы складываем. Все, все понятно. Теперь, что показывает статистика? Цифры запомнили, да? Дам стандарт. Пример лигу дам. Куда, сколько надо тратить. В том числе в эти 10 дней. Пример лигу даю. с учетом праздников. С учетом праздников даю пример лигу. Ну вот, я не знаю, насколько мой пример вам может послужить образцом для подражания. Поднимите руку, кто видел Германию живет. Австрию, Испанию, умница, Францию, Португалию, Польшу, Ставропольский край. У меня в семье семь иностранных языков. Вы где были, кроме Ставропольского края? За рубежом были? Что, не нравится, что ли? Надо смотреть мир, Надо смотреть мир. Хорошо. Кроме того, что столица Вены, если вы это увидите, а если вы еще увидите Зальцбург, а если вы увидите Барселону, а если вы увидите Лиссабон, там 14 век университет, вдруг понравится, или 12 века университет, или Сарбона во Франции, ну вдруг понравится, не понравится, Савропольский край всегда рядом. Вы идете, вам 15 лет, паспорт есть? Российское законодательство позволяет акселератство, вы можете зарегистрировать с 14 лет предпринимательницей, говоря обывательским языком, да, и зарабатывать в свободное от учебы время. Если мама, папа против, вы отдаете, берете две справки, что вы не колетесь, не нюхаете, и не там, это там, да, две бумаги, что вы вменяемый человек, родители приглашают в суд, и через суд вам дают акселератство, вы регистрируетесь с предпринимателем, и вот вам средства. Если это для вас тяжело, вы не предпринимательский психотип, да, как вас зовут? Алина. Идете в кафе, ну, вот Алина, представьте себе, в кафе, вот здесь Найс Кафе напротив, Алина. Все каникулы, устраивайтесь сюда. В Европе это стандартная вещь. Вы найдете дорогу до Лиссабона на самолет хотите, или на поезд, другими транспортными средствами. Это не так дорого. Вы считали, сколько это стоит? Прилетели туда, в какой-нибудь хостел, мостел там, да, если там хочется кушать, так, там тоже можно официантам подработать. Для студентов это нормальная вещь, раз, но зато вы увидите Лиссабон, вы увидите Барселону, вы можете увидеть Париж, даже в кафе там покушать за счет заведения, ввиду того, что там вы можете. Суть понятна, да? А так, если там дадут, если дадут, любой будет способен. Я по поводу этого тоже дам Азамат. Сейчас я дам стандарт премьер-лиги, потом напомни мне, чтобы я вам дал операциональное определение, что такое инициатива. Хорошо? Потому что это тоже очень серьезно. Значит, смотрите, 20-25 процентов это срочные и важные. Важные и срочные. 75-80 процентов это я я перепутал чуть-чуть, надо было туда записать. Они важные, но не срочные. Не срочные. Вот здесь. 75-80 процентов. здесь здесь каких-то 15% максимум. Если хватает, не хватает, 10, 5, а неважные, не срочные, но менее 1%. Сама жизнь это заберет. Ваша задача жить в этой системе координат, где важно срочное и не срочное. Находитесь по эту сторону линии, по эту. Уберите из своей судьбы это. Несрочные и неважные дела. Неважные и несрочные дела. Они и так вас найдут. Если вы не будете как скульптор отсекать все лишнее. Ракету видели, когда идет ступень одна отошла, вторая отошла, вышла на орбиту, потом возвращается. Точно так же вас жизнь будет заставлять отсекать неважные. Если вы хотите быть пример лиги, если нет, будете сидеть ждать маны небесной, а кто-то просто пойдет никого не спрашивая, имея паспорт, проявит инициативу, заработает деньги на билет, или флиранса, или папочка по ман выручать. Ну, есть же другие родители, которые детям оплачивают, да? Да. Ну, что, у вас рук, ног на месте нет? Вы нормальный папа, нормальный мама? Помогите мне увидеть за пределами Кандербурга еще что-то. Вдруг интенсивные сады не только у нас, да? С вечно зелеными помидорами. Вот распределение. Если вы две трети, 75-80 процентов времени не будет, теперь что это такое? Прояснение ценностей. Прояснение ценностей. Вы это считаете тратой времени или инвестицию? Вот то, что мы сейчас сидим, для кого-то это трата времени, для меня инвестиция. Я повторяю это вам, фиксирую в себе, да? Черт возьми, да, сегодня вечером мне надо актуализировать. А как же я планы, которые с 30 по 9 января, с 30 декабря, да, актуализирую? Там релаксация, там восстановление сил, чтение стихов членам любимой семьи и закрытые временные рамки по полтора часа ежедневно, где я фокусируюсь, что же такое 31 декабря 2018 года для меня как для управленца? Какие книги я должен прочитать? 52 недели я расписал 178 книг, которые подлежат изучению из них где-то 50 книг касается производственной жизни, меня как управленца, где-то 50 книг касается искусства и театра, у меня 8 театральных сезонов был свой театр, он еще юридически не закрыт, но я вот стал перед задачей, мне надо вырастить свою труппу с нуля, потому что с теми, с кем я делал театр, получилось вариантов нет, на контракте театр делать, у тех, которых это не основное место работы, вариантов нет сделать настоящий театр, ну и третье это по семейной жизни, здоровому питанию, здоровому образу жизни и путешествия, я хочу увидеть 14 стран, до моего 60-летия, мне 57, и из этих 14 стран, какие именно я должен вставить в 18-й год, вот я должен отобрать хорошие полсотни книг, вот суть в этом, понимаете, да, это мое развитие, еще ежедневно по 2,5 часа мой эксперт по профессиональному развитию, она параллельно моя супруга, знает 7 языков, ну где-то с десяток стран европейского уровня физической практики она имеет, по 2,5 часа ежедневно она отобрала мне контента, это 25 часов при том некоторые из них на немецком я буду останавливать сидеть со словарем чтобы мой немецкий хотя бы guten morgen guten tag бьют по морде бьют и так понимаете там чтобы я мог говорить не только guten Abend там или bonjour monsieur bonjour madame там да и догадываться неужели это французский ой какая это прелесть там да вот это те 80% и ну представляете сотовый телефон я включу 9 января сколько там неотвеченных звонков которые бы хотели меня поздравить с новым годом наступившим наступающим да пригласить там на зюзюкаться как это называется дворцы бракосочетания еще какие-то на новый год же и многие планируют и объединить и новый год и свадьбы там еще что-то гушахапка у соседа собачка родилась там баллонка на все эти иногда когда я сотовый телефон включаю там да 400 неотвеченных звонков я это отдаю референту по диагонали прошли и стирают по этому поводу я вам одну притчу расскажу приходит в монастырь там вы знаете кольцо да бьют и ключник открывает я путник я голоден раз хорошо одну секунду ночлег нужен не-не-не-не-не мне бы покушать попить что-нибудь вот тебе бокал вина сухого красного маша хобханка все свободен и ушел и когда было голодно там засуха крестьянин все время приходил ключник открывает привратник без разговора ну засуха туда-сюда крестьянин пришел бокал вина там кусок хлеба и когда случился урожай огромную корзину винограда крестьянин принес в монастырь ключник открывает и он ему говорит в этом году был шикарный урожай я хочу тебя отблагодарить это корзина винограда тебе ключник говорит спасибо большое но я это отдам настоятелю он меня научил быть хорошим человеком крестьянин говорит нет я же тебе принес не 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 это же ты мне дал я же могу делать с этим виноградом что хочу все до свидания отнес настоятелю настоятель спасибо тебе за то что ты меня сделал гармоничной личностью к тебе виноград он берет корзину и говорит тут один монах болеет я то обойдусь может ему это более полезно будет идет к больному монаху больной монах говорит ой там повар меня кормит как-то вот может повару я как-то обойдусь повар как только еду принес он говорит это тебе виноград ты сам разберешься что с этим делать повар смотрит какая красота у нас тут зодчи рисует это ему он картину срисует с этого с этой корзины винограда относит зодчему зодчи говорит тут послушник молодой зеленый может ему будет интересно все-таки знак внимания отдал самому молодому послушнику и самый молодой послушник сел и думает черт возьми я когда проходил мимо этого монастыря я подошел к дверям этого монастыря и начал этим круглым кольцом бить об двери и его открыл ключник если бы он не открыл его мне я бы здесь среди нормальных людей не был и отвез отнес корзину винограда в ключнику тот сел и говорит черт возьми а крестьянин то был прав это мой виноград то поспал представляете вот в этой жизни если если вы что-то делаете по-настоящему никуда это не денется и ваш виноград вас и найдет какие бы круги она не обходила да он вообще говорят по-другому они чуть более жестче они говорят если этот зверь наш мы его завалим если нет смысла нет за ним бегать все равно убежить вот по поводу инициативы так ну давайте это тоже инициатива бумаги на флипчарте закончились вот смотрите есть четыре типа предприятий организации учреждений вот до того как рассматривать свою производственную судьбу постоянно сверяйте то куда вы собираетесь со своей системой координат если по горизонтали мы назовем это культура инициативы если по вертикали мы отложим культура дисциплины так астимир азамат алим вот смотрите если культура инициативы стремится к нулю и культура дисциплины стремится к нулю да здесь что тирания дисциплины если нету культуры дисциплины есть тирания так же да здесь культура дисциплины здесь тирания здесь инициатива ноль назовем просто балласт у вас не жизнь а балласт тогда вот в этом квадранте где тирания дисциплины инициатива запрещена по определению запрещена стандартами является а денег нет а как я за рубеж а как сюда а как туда вот если бы были конечно это называется бюрократическая организация яркий пример бюрократической организации тюрьма встать лечь туда положили ешь не положили не ешь круг сам не выбираешь куда толкнули там и присутствуешь он не имеет культуры дисциплины поэтому ему тираническими методами устраивают принудительно дисциплину понятно да это бюрократическая организация хотите в бюрократическую структуру пожалуйста вам не надо это будет никакой инициативы проявлять за все за вас подумают за все продумать что одеть что есть что делать встать лечь туда и жесткая жесткая тираническая дисциплина за инициативу наказывает в карцер в одиночную камеру а для человека это самое страшное оставаться одиноким это самое страшное мы социум теперь если инициатива на нуле или стремиться к нулю да но приветствуется культура дисциплины это иерархическая организация это вы майор генерал майор маршал да молодым лейтенантом начинаете женились на чей-то внучке и сразу уже не молодой старший лейтенант и пошел поехал понятно да а потом кто-то другой на пути а место одно с тебя снимают погоны это место занимает другой от вас вы делали все что необходимо но вы погоны другому не тебе дорогой кресло другому не тебе дорогой суть понятна да за любую инициативу идет наказание здесь самое главное держать культуру дисциплины и не быть умнее своего начальника все я например по психотипу в этой системе координат не живу и не смогу я человек инициатива но ввиду того что с культурой дисциплины проблема молодая организация все время проявлять инициативу вот представьте себе молодая организация детский сад не успели отмуштровать да только первый день детей собрали ой мусор не открывай а здесь это что а почему здесь красное почему такие кручи а здесь что это такое понимаете да каждый раз спрашиваю не втыкай не а почему здесь черное а почему здесь бумажное одни вопросы да постоянно проявлять инициативу становиться большим и большим это молодая организация детский сад первый день и каждый раз тирания какой выход великая организация великая организация великая организация максимально стопроцентная инициатива у всех у каждого на своем рабочем месте и максимальная культура дисциплины если вы хотите по-настоящему чтобы от вас жизнь зависела вот сюда вот сюда ребята вот сюда двигаться вот компания в которой вы присутствуете молодая организация нам 25 лет если взять 100 летнего мужчину нам примерно бы вот как-то 4 с половиной года мы писаем какаем хотим мороженое там да но нам не дают вот нам где-то вот хотя нам 25 лет да нам где-то вот если взять 100 летнего мужчину 4 с половиной года эта компания минимум должна сохранить философию ДНК корпоративную культуру лет так на 450 туда понимаете мы пошли туда встали вернулись и двигаемся туда конечно мы молодые и зеленые попадаем под тиранию но никогда не останавливаем инициативу вот я приведу такой пример в завершение 112 сельских поселений есть в Кабардино-Балкарии 112 с 1 октября по 15 декабря за 75 дней мои друзья соратники и коллеги по работе все сельские поселения прошли наручно уделяя главным специалистам и руководителям администрации там сельских поселений по несколько часов такого опыта никто не делал это запредельная инициатива один из наших коллег сейчас лежит под капельницей в Кереке рюда ну ничего это в поле боя иногда раненых вытаскивают там приводят форму и идут дальше зачем мы это делаем мы хотим привести цивилизацию сельские поселения вместе с ними проработать их уставы сельских поселений их нерегламенты посмотреть их нерегламенты вы знаете что обнаружилось есть поселения в которых в расчете на одного жителя бюджет в 14 раз больше чем у соседа вы можете себе представить один получается глава администрации в 14 раз работает лучше другого если мы возьмем его за образец да Алин и покажем и тот который в 11 раз хуже его там скажем хотя бы в 3 раза станет лучше в Кабардино Балкарии в 3 раза будет эффективнее наша суть понимаете и как это делать только страстно если вы в своей жизни вот платформой не сделаете страсть не любовь вот сейчас попробую объяснить какая разница между любовью и страстью насчет страсти и любви чем отличаются у одного состоятельного человека выросла дочь он решил выдать ее замуж собрались претенденты на руку и сердце его дочери он собрал их в одном из своих особняков и говорит я не сомневаюсь что любой из претендентов на руку и сердце моей дочери достоин этого и тем не менее я хотел бы удостовериться а тот который этого желает по настоящему я бы хотел чтобы доказал через следующее испытание во дворе водоем там крокодилы плавают он говорит тот кто первым с этого берега переплывет этот водоем на тот берег и первым выйдет а вот он будет и первым претендентом на руку и сердце моей дочери и я с удовольствием дам на это благословение и пока он это говорил пух один молодой человек плюхнулся в этот водоем там эти крокодилы туда-сюда кровь штаны порвали он выскочил на другой берег все в шоке в том числе и хозяин и он говорит я не ожидал скажи пожалуйста что ты хочешь кроме руки и сердца моей дочери ты хочешь половину моих земель да пошел ты со своими землями неужели ты хочешь половину моих капиталов да пошел ты со своими капиталами неужели ты хочешь картины в швейцар да пошел ты со своими картинами швейцарских банков Тогда я не сомневаюсь, что ты действительно хочешь руки и сердца моей дочери. Да пошла твоя дочь со своей рукой и сердцем. Так что же ты хочешь? Я хочу найти этого гада. Когда вы правила игры объясняли, который мне дал пинка под зад. И я плюхнулся в этот водоем. Пока я его не найду, мои кости на том свете не успокоятся. Вот эта страсть, понимаете, она отличается от любви. Если у вас не будет такой страсти, крокодилы вас съедят. Понимаете? Жизнь всегда примерно такая. Некоторые думают, что я вот крутой там, скажем, да? И думают, что они центр вселенной. Но жизнь иногда говорит совершенно обратное. Никогда не надо забывать, что есть вселенские законы там, да? И даже теоретически не пробовать их нарушать. Очень жестко жизнь будет наказывать. А в заключение еще одну притчу. И мы, я вам обещал, слайды чуть-чуть покажу. Хорошо? Вы устали? Нет. Притча. Плывет корабль. И навстречу подают сигналы. А сбросит там скорость, скажем, до 20 узлов. И свернуть на 90 градусов. Капитану докладывают. Капитан говорит, что он борзел, что ли? Ну-ка, посигналь ему. Это боевой корабль. Вы сбросьте там скорость до 20 узлов и 90 градусов. Поменяйте маршрут направления. Тот говорит, еще раз предупреждаю, сбросьте до 20 узлов скорость и поверните на 90 градусов маршрут движения. Этот говорит, если ты, капитан говорит. Счастливо. Давай, извинчу. Если, предупреди их, если они не сбросят сами до 20 узлов и на 90 градусов не повернут, я из всех видов оружия начну стрелять. Тот говорит, поверни на 90 градусов, я маяк. Все. Понимаете? Можешь не сбрасывать там скорость. Можешь не поворачивать. Можешь стрелять из всех видов оружия. Можешь быть капитаном боевого корабля. Чхару магавозу. Сброс до 20 узлов и поверни на 90 градусов. Вот это, ребята и девчата, никогда не забывайте. Есть вселенские законы. И все, всего-навсего, ресурсы. Самый важный ресурс в вашей жизни – это ваше время. Куда вы их инвестируете, то вы и будете иметь. Я вам приведу такой пример. Уолмарт, слышали, да? Сеть магазинов штатовских. Это в 80-х годах, там, какое-то количество лет он был самым богатым человеком. По градации Forbes, там, туда-сюда. Он на смертном адрес сказал, я несчастный, трагический, неудачник. Я не знаю, на что я угрохал свою жизнь. Я угрохал судьбу своей супруги. Я практически не видел своих детей. И это он сказал на смертном адре. Вот жизнь, она разная. Самое дорогое, что у вас есть, это ваше время, ваша жизнь. Вот во что вы его инвестируете. Честно говоря, когда Аслан сказал, Шипшев Аслан, когда сказал, я хочу встретиться, я думаю, что... И мы дома с супругой обсуждали, она эксперт параллельно, по моему профессиональному развитию, да? Она там как-то сказала, давайте вернемся к нашим баранам. И показала мне материал, поставила на айпад и сказала, ну вот на работе найди минут 15, посмотри. Я когда включил и увидел, 15-20 школьников сидят, и с ними встречается Уоррен Баффет. Это практически самый богатый человек в мире. Понимаете? Вот накануне, вот два там, 30 с лишним миллиардов в валюте он отдал на благотворительность. И он сидит со школьниками, их 15-20 человек всего. Мне стало стыдно. И я решил встречаться со школьниками. Если этот человек видит в этом смысл, да? У него там свыше полусотни миллиардов, наверное, собственной капитализации, да? И он находит время на 15 школьников. Я перед вами извиняюсь, что у меня была такая мысль не встречаться. Потом догоним, зачем мы это сделали. Но факт остается фактом. Значит, это имело смысл. А теперь давайте небольшие фотографии, там, какое-то количество, я вам покажу. И потихонечку уйдете по-английски, хорошо? Так, Ханшаби, дай музыку. И я тоже с удовольствием со всеми посмотрю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok